На свете есть такое место, где ты родился и живёшь. Клочок земли, с ним связан тесно, своей родиной зовёшь. В Прикуванском районе Карачаева-Черкесии есть небольшой, но такой уютный и солнечный посёлок Майский. В этом выпуске программы «Мой аул» мы приглашаем вас прикоснуться к его истории и познакомиться с его чудесными жителями. Майский посёлок, проживает в Майском около тысячи человек. В Майское сельское поселение входит ещё хутор Родниковский. Там около 300 человек. Итого 1300 человек. Несмотря на то, что вроде бы посёлок и небольшой, но за последние годы немало сделано здесь. Руководством республики водопроводные сети заменены. Хутор Родниковский был без воды, уже с водою. Построен детский сад, медпункт новый, парк благоустроен. Там много сделано. А почему, на мой взгляд? Это сделано потому, что у нас живут прекрасные люди. И те, кто приезжают к нам, видят, что они, во-первых, трудолюбивы. Практически нет скандалов, несмотря на то, что проживает практически все национальности Северного Кавказа в посёлке. Люди трудолюбивы, люди чистоплотные. Возле каждого двора, у многих, вы видели, цветы проезжали, растут. Вот это всё привлекает то, что инвестиции в наш небольшой посёлок. О каждом из жителей, в принципе, можно легенды рассказать. Особенно о тех, которые участник войны у нас есть, которые воевали, которые трудились, которые родились и росли в годы войны. История населённого пункта богата разнообразными событиями. Началось всё с необходимости построить на юге страны оборонительные укрепления. Так, на месте посёлка Майский, который раньше назывался Риданка или Рыданка, возле леса в 1787 году был основан казачий наблюдательный пост со станицы Воросколеской. А в 1790 году был построен Большой Редут. Наш посёлок относительно молодой. Он у нас стоял на границе, где проходила оборонительная линия. Тогда же у нас шла Кавказская война, и поэтому надо было укреплять. И потому здесь построили в 1787 году Редут. И есть версии различные, почему наш посёлок называется так. Рыданка он раньше назывался. Гадают, почему так назвали. Некоторые считают, что потому что Редуты здесь были. Надо было следить, потому что горцы то за солью ехали, то просто нападали. И поэтому надо было, чтобы здесь было оборонительное сооружение. Редут номер один тогда здесь был на месте нашего посёлка. А потом в 1932 году здесь были две речки. Поэтому трава сочная была, и отгоняли сюда стада. Говорят, тут был у нас помещик Марченко. Он построил свой дом и огородил его, потому что было страшно жить одному. И здесь вот кругом горцы были, могли напасть. И потому, когда наступал вечер, закрывали все ворота, запирались. И поэтому, если кто-то не успел, или сенокоса, или заготавливал дрова, не вернулся, тогда закрывали ворота, а жёны их уже начинали оплативать. Жёны этих работников, потому что считали, что их уже живыми они не застанут. И поэтому то ли рыданка, потому что рыдали, то ли реданка, потому что редут здесь был. Разные версии. Мы считаем, что всё-таки рыданка, потому что от слова рыдать. А потом в 1932 году, именно потому что здесь были две речки, трава была сочная, высокая, стали сюда отгонять стада. И конезавод в 1932 году, первые два корпуса конезавода были заложены именно здесь. Первым директором, рассказывают старожилы, был Кислицын, а потом Ромазов, потом Пашков, ну и потом уже пошли поздние директора. В 1936 году здесь были построены уже первые бараки из блоков по 14 квартир. Их было четыре, возведенных в центральной части рыданки. Время шло, в населённом пункте вскоре появилась 7-летняя школа, клуб и магазин. Историю майского хорошо знает и Надежда Ивановна Касапова. Кстати, день нашего пребывания в населённом пункте совпал с днём её рождения. Глава поселения Анатолий Коляда спешит поздравить именинницу. Надежда Ивановна, с днём рождения вас! Спасибо! Здоровья вам! Я прямо вот так встану перед вами. Хорошо, спасибо! Да вы не меняетесь, я вас давно не видел, а вы не меняетесь. Дай бог вам здоровья, чтобы в следующий раз мы заехали с корреспондентами на ваше 100-летие и поздравляли вас с цветами. Спасибо! Долгих лет вам всего самого хорошего. У вас прекрасные дети, семья у вас прекрасная и вы золотые. Родилась Надежда Ивановна 28 августа 1941 года. С этой мудрой и опытной женщиной близки в посёлке многие. А близки именно от того, что она всегда поддержит, даст дельный совет и приласкает. Мама моя приехала с папой, моим родным, который погиб в 1932 году. Здесь они... конюшня была построенная. Ну, Анатолий Петрович знает, конечно, и Надежда Зулкуровна, где первый корпус наш был. Там была конюшня. Первый корпус. Были элитные лошади там. А рабочие лошади вот здесь на горе здесь были. Ну, я бы, если бы ходила ногами, я бы вам всё показала. Конюшня была построена. Сами они жили в шалаше. Пока отстраивался барак. Первый барак был построен здесь, на конце улицы. Туда их переселили или туда. Папа моим начконом был с элитными лошадями, его сюда приправили. Ну, родились старшая сестра, правда, в Кропот... Станция Кавказская, Кропоткин, город Кропоткин. А мы две сестры здесь родились. Я здесь окончила. Училась здесь в школе. А потом училась в Воровсколецком интернат. Здесь школа до семи классов была. А интернат там был десять, классов закончила. Потом бухгалтерские курсы, бухгалтером работала в Октябрьском сельском совете. Ну, центральная контора. Не в сельском совете, а центральная контора. Вот так. Папа моего забрали в сорок первом году на фронт. Потом пришла маме похоронка. Извести пропал он. Под Ростовом где-то он уехал отсюда с лошадями. Ну, как начальник был, начальник он завода, 89-го. И уехал. Ну, погиб там. Все испытания, посланные судьбой, Надежда Ивановна приняла как должное. Жизнь идет своим чередом. Сегодня женщина радуется успехам и достижениям своих детей и внуков. А я училась, а десять классов окончила. Замуж вышла. Когда мы с мужем встретились в 59-м году, два года встречались. А в 61-м году поженились. Ему понравился поселок Майский. Сюда переехал. Вот графия моего мужа. Он у меня болгарин. По национальности он у меня болгарин. У вас дети, внуки? У меня пятеро детей. У меня десять, но с приемным сыном одиннадцать внуков. У меня еще приемный сын есть. Мы двоих еще воспитали с отцом. С тринадцать правнуков. И четырнадцатым отходим. Скоро будет четырнадцатая. Вот такая моя жизнь. За свой многолетний и плодотворный труд Надежды Ивановны удостоена множественных наград. Является труженицей тыла. Хочется отметить, и не одна она носит такое гордое звание. Удивительно и также полна испытаний жизнь еще одной труженицы тыла Надежды Самойловны Чабанной. Героиня нашей программы девяносто один год. Застали мы ее в огороде. Все сажаем. Картошку, свеклу, капусту. Вот в этом году вообще ничего нет. Кабачки. Все сажаем. Что надо в хозяйстве? Кушать надо. Я же не в магазин не пойду. Далеко. Каждый раз. Ноги болят. Глаза не видят. Не могу ходить. А Таня придет кушать, принесет. И тут все есть дома. Урожай в этом году слабый, да? Да, конечно. Видите, вот капуста какая. Куда она подобна? Ну, помидор совсем нету. Перец, он тоже высох. Нету ничего. Когда хороший год-то есть, все есть. А вот картофель в этом году хороший уродился. И Надежда Самойловна к началу осени ее уже успела выкопать. Отборные крупные картофели уже в погребе. Это остатки, хвастается женщина. Довольны урожаем? Довольны. Очень даже. Хорошенько. На зиму хватит? Хватит. Еще останется. Если тебе надо, приезжай, продам. Надежда Чабанная – уроженка Украины. Свой почтенный возраст отчетливо помнит начало Великой Отечественной войны. Тогда ей было всего 12 лет. Был как раз в школе выпуск. И мы собрались возле школы. Школа двухэтажная. Я уже ходила в третий класс. Председатель приехал на лошади. Выйшел на трибуну. Сказал граждане, началась война. Но так и узнала. Страшно было, услышав уже? Страшно было. Обидно. На второй день всех мужиков забрали. Остались только малые, старые. Маленькой Наде мгновенно пришлось повзрослеть. И стар, и млад. Кто по состоянию здоровья или возраста не ушел на фронт, не покладая рук, работали и выживали у себя дома. Надо было работать. Работать-то некому. Работали. Какие именно работы вы выполняли? Ну, у нас, я была детдомовская. Овец пасли. Что нам колхоз? Ну, пришли на наряд. Какая-то там работа какая есть, мы выполняли. По своим силам. Времена, конечно, очень тяжелые. Тяжелые, конечно, тяжелые. Война есть война. А уже когда война началась, разгорелась полностью, ну, тогда не свету в домах. Ночью все, чтобы свету нигде не было. Работали. Мы были в детдоме. Был метафе, доели коров. Ночью возили молоко на сепаратор. Крутили руками сепаратор. Вот пока. А тогда уже, когда немцы нас захватили в наше село, ну, тогда уже детей, правда, немцы не заставляли нас работать. Мы ходили, которые были, как, такие люди, которые работать, ну, заставляли. Неоценимый вклад в общую победу, полученную в результате четырехлетней кровопролитной битвы за независимость и свободу Советского Союза, внес еще один житель Майского, участник войны Александр Елин. Александр Степанович прошел всю войну. Рассказывать об этом не любит. Сложно. Ну, война в Китае, в Манчужуре. Значит, у нас война такая была, мы вторым фронтом шли. И, значит, остатки японских самураев добивали. Передовато впереди шла, мы подчищали все это дело. Людей попадали в такие ловушки, что им приходилось применять оружие. Ну, а потом война, когда заканчивалась, уже нас собрали всех в кучу. И местами нас собирать вооружение все наше, на границах прямо, как шли бои, так собирали. Ну, потом отправлять в начале на материк. Я попал в Владивосток. Попал в Владивосток и как раз японцев охранять. Чувства. Вы знаете, я очень рада. Спасибо людям. Очень его чествуют, очень его уважают. В общем, все к нам. Вы знаете, даже когда с концертом приехали на 9 мая, тут весь поселок. И отовсюду шли, слушали. Все очень довольны, что именно в нашем поселке он есть. В школу его, и из школы приходили, и записывали, и фотографии у него здесь есть. В общем, я тоже очень рада, что отец еще... Главное, что живой, в своем сознании, все понимает. Он все... газеты, телевизор. Вот плохо, что зрение только вот стало... Ну, слух и зрение. Ну, наверное, возраст такой. Уже покупали лекарства, но не получается, уже не лечится. А так все равно он и ходит. Он каждый день ходит, хоть понемножку, но ходит здесь. В общем, держит себя. И я очень рада, что он ходит, что он себя поддерживает. Молодец. Молодец. Александр Степанович родом из Сибири. В Карачаево-Черкесии проживает последние несколько лет. Переехал к дочке на постоянное место жительства. Республика наша ветерану нравится. Особенно климатические условия. Климатически хороший климат для стариков. Ну, и это сильно жарковато кое-когда. Ну, терпим яблоки едим, фрукты всякие. Свои. Не покупал, можно сказать. Арбузов набрали, вот опять дынь взяли, да. Это уже не здешние. В общем, можно сказать, что жить можно. Жить можно, причем очень красиво и в согласии. Славится поселок Майский еще и своими дружными семьями. Знакомьтесь, большая и крепкая семья Эбзеевых. Всегда в центре и во главе всего, любимая всеми мама, бабушка и прабабушка Асият Аубикировна. Вообще семь детей. Один умер, остальные живые. Есть снаха, унук, правнуку и дочери. Двадцать один внук, конечно. Двадцать один внук, унуки. Четыре правнуки. Асията Аубикировна также представитель сложного поколения, которая была свидетелем и голода, и холода, является трушеницей тыла. В ауле ее семью все знают как трудолюбивую и отзывчивую. Собираемся на все праздники религиозные, например, мусульманские. Мы обязательно собираемся к матери очень часто. По делу и без дела собираемся, потому что навещать надо обязательно. И что еще? Ну, дни рождения, конечно. По любому поводу. Лишь бы повод был. Для каждого своя мама, она самая лучшая. Ну, точно то же самое для нас она. Самая лучшая. Она всех нас вырастила. Семерых она воспитала. Вырастила. Поэтому все, что есть в матерях самое лучшее, вот, пожалуйста, можете все это на ней выгодить. Семья Эбзеевых интернациональная. К примеру, невестка Ольга русская. Ну, приняли очень хорошо. И Аняшка, и сестры, и Снохи, и братья. То есть, ну, приняли как родную. Я не чувствовала себя кем-то чужим или посторонним. То есть, чему-то научилась, что-то переняла. Вот, как-то так было. У нас вот проходят свадьбы, племянники, женятся племянницы. И с каждым разом, то есть, все больше узнаешь. То есть, ну, какие-то обычаи свадебные. Ну, соответственно, конечно, Курман-Байрам. На кладбище, например, мы ходим. То есть, тоже немножко не так, как в русских семьях. Что-то одевается, что-то говорится. Ну, язык, я не разговариваю, но что-то понимаю. Карачайская кухня мне тоже понравилась. Я уже умею готовить карачайские хачаны. На вопрос, в чем секрет такого долгого, безоблачного семейного счастья, все члены семьи утверждают, что никакого секрета нет. Надо просто жить, уважать, доверять друг другу. Попрощавшись с этой прекрасной семьей, наша съемочная группа оказалась в гостях у пасечника Мурата Дудаева. Пчеловодством житель Майского занимается на протяжении 18 лет. Стаж по меркам этой профессии внушительный. Начинал с одного улья, а сегодня их гораздо больше. Однажды мне наш зять, я его даже не хочу назвать зятем, настолько он мне был близок, подарил мне одну семью, пчелосемью. Эта пчелосемья требовала ухода, мне приходилось за ней смотреть. Потом в одно время она начала роиться, то есть, роение это деление, размножение. И я начал размножать их. Если бы я не делил их, то они улетели бы в лес или еще куда. У них это инстинкт. Поэтому потихоньку-потихоньку я наращивал пасеку. И пришло время, когда у меня стало около 10, может быть, более пчелосемей. И я задумался расширить, купить пчелоприцеп, купить инвентарь. И все, что мне надо для этого, для пчеловодства. И потихонечку мне это дело начало нравиться. Пчеловодство – это такая профессия, в которой тяжело дается тому, кто хочет заработать деньги, но при этом ему не нравятся пчелы. И очень легко, когда занимаешься пчелами. И как бы тебе это нравится. И одновременно получается, что ты получаешь и мед, и при этом получаешь здоровье. Мурат Дудаев знает все секреты древнего ремесла. О пользе меда может рассказать многое. Мед и продукты пчеловодства – прополис, воск, перга – уникальные и универсальные лекарства. Вкусно и полезно, говорит пчеловод. Открываю, скажем, верхнюю крышку и дышу вот этими парами, которые как бы благотворно влияют на дыхательные пути. Быть пчеловодом – значит быть самому немного пчелой, таким же трудолюбивым и беспокойным. Действительно, забот у пасечника немало. Однако все это приносит ему огромное удовольствие, так как это занятие Мурату по душе. Поселок Майский – динамично развивающийся населенный пункт. Здесь есть все для спокойного проживания и развития. Единственное, местные жители нуждаются в Доме культуры. Но и этот вопрос скоро разрешится. Конечно же, вы в первую очередь, как культработник, мечтаете о новом Доме культуры. Конечно, конечно. Мы так этого ждем. Нам уже выделили здание. Ну, теперь будем ждать только его реконструкции. Основные мероприятия у нас проходят здесь, в нашем парке. Как раз сейчас мы стоим на этом месте. В основном детвора собираются. Детвора молодежь собирается на дискотеки, на концерты там разные. Мы со школы работаем активно. Ну, разные эти бывают. Даже когда 9 мая у нас на памятнике митинги проходят, бывает и непогода. Не всегда бывает хорошая погода. И вот так приходится и под дождем работать с аппаратурой. Люблю я свой родной поселок и тех людей, кто здесь живет. И как бы ни был путь мой долог, тропа меня домой ведет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok